Банальный пример, водонапорный гидрант, который в конце 19-го, начале 20-го века, как он выглядел, его дизайн. И, например, 80-е годы 20-го века, когда это просто палка, которая приглашена, я говорила, вторая палка, значит, грубый шов от сварки, там люди качали эту воду. Вот это как бы характерная картинка того времени, когда ты приезжаешь в Лысину на завод посуды и видишь музейный экспонат. Вот они очень хорошо показывают, что произошло с посудой, это можно просто зеркалить на ситуацию с архитектурой. 30-е годы, форма архитектурная посуда, очень красивая, соотнесенная с саммиром, с сталинским и так далее. 60-е годы, дизайн суперсовременный, подъем, и начинается 80-е годы, какая-то странная рыхлая форма, чудовищные паттерны, роль художника на заводе просто исчезает или просто уже нет. Точно так же в пространстве Советского Союза исчезает роль архитектора, нет людей в этом цехе, они начинают терять свою репутацию, начинают терять свои статусы. То есть то, что мы видим сегодня, это ситуация связана с тем, что у нас просто не осталось экспертов в системе, в системе клап-клап архитектуры, в системе управления городом и так далее. То есть мнение художника перестало значить, что бы то ни было. То есть власть здесь вещь уже какая-то там отдельная, потому что профессиональный цех потерял свою репутацию полностью, он как бы ее лишился, он ее продал, он как бы ничего не делает для того, чтобы эту свою репутацию восстановить. То есть по сути становиться экспертами в процессе. То есть да, авторитарная модель у нас появилась, ну мне кажется, я говорю там еще в советское время, когда архитектор перестал быть барьером, перестал выполнять барьерную функцию. То есть тот человек, который должен говорить власти, мы так делать не будем. То есть человек, который говорит, так нельзя. То есть где тот эксперт в этой системе? А это предельный статус какой, да? То есть дальше архитектор, кто еще должен быть эксперт? Ну объясните мне, пожалуйста. А мы сейчас тут переносим как бы в сторону, ну понятно, что у нас система так развивает, но ведь как бы профессиональное это сообщество, оно то какую роль играет в этом особо процессе? И мы так типа, ну как бы снимаем с них ответственность полную, а на самом деле это главные ключевые участники этого процесса. Это им надо задавать вопросы, а не губернатору Белорусского края. Я считаю, ну как бы для меня, например, это как бы перенос как бы проблем в другую сторону. Так, все, хорошо.